Хотели как лучше, получилось как всегда. Многие мурманчане, получив новые квитанции за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, тут же отправились оплачивать их. Единственное место, где это можно сделать без комиссии – отделение Росфельхозбанка, которых в городе всего два. Итог для многих вполне предсказуем. Виталий Шувалов подробнее. Вчера я так не доехала, до сюда не дошла, потому что здесь на улице человек было где-то 70, и там вот 30. Вот и считайте. Столько клиентов одновременно указ Росфельхозбанка еще не собиралось. Только люди идут сюда вовсе не из-за выгодных вкладов или акций, а чтобы сэкономить на коммуналке. Два отделения банка – единственные в городе, где квитанцию за капремонт можно оплатить без комиссии. Приехал вон с Первомайского района сюда платить. И вот, пожалуйста. Сюда зашел, просидел. 30 рублей надо платить. Сюда вон очередь такая. Ну что, не буду платить, я вообще уеду. И плюну на эту порву, и больше ничего делать. В соседнем Сбербанке сравнительно пусто. Там с жильцов берут комиссию 3%, но минимум 30 рублей. Это при том, что в среднем за капремонт люди платят по 100-200 рублей. На почте комиссия – 15 рублей. Потому что не каждый хочет заплатить 300 рублей за квитанцию. Надо сделать так, чтобы Сбербанк платил без комиссии. Извините вы меня. Сбербанк на каждом углу у нас. Свободно можно зайти и заплатить. Более того, в том же отделении Россельхозбанка работает всего одна касса. В очереди люди проводят в среднем по полтора-два часа. Квитанции за капремонт получили порядка 350 тысяч собственников. Если хотя бы 100 тысяч из них будут оплачивать квитанции в Сберии, то только за счет комиссии принесут коммерческий доход, не имеющий никакого отношения к ремонтам. По 3 миллиона рублей каждый месяц. Ничего для людей не делается. Впервые такие квитанции приходят. Нужно как-то наоборот сделать, чтобы приятно было людям заплатить за то, что они, может быть, не хотят вперед платить. Так что я не знаю, как можно выразить словами благодарность представителям нашего города. В фонде капитального ремонта, который занимается организация процесса, о проблеме знают и ведут переговоры с банками об отмене или снижении комиссии. Правда, пока безрезультатно. Также там отмечают, что пока по техническим причинам оплата через сервис Сбербанк Онлайн или терминалы невозможна. Она будет доступна после 23 января. А до 10 февраля пени начисляться не будут. Так что у горожан время еще есть. Почему в фонде капитального ремонта не предусмотрели вполне очевидную ситуацию с очередями? Существуют ли пути решения проблемы? Обо всем этом поговорим завтра с главой фонда Николаем Бережным. Следите за выпусками новостей на Арктик ТВ.